Чтобы попасть под колеса, не обязательно даже переходить дорогу. Утром 30 января водитель грузовика МАН не заметил мужчину, который вышел из собственного авто, припаркованного у обочины на улице станкостроителя областного центра. Больший груз протащил мужчину несколько метров. В результате ДТП пострадавший получил множественные травмы грудной клетки и был госпитализирован в ОКБ. У него взята кровь на исследование. Водитель МАНа трезв. По статистике за 2016 год произошло 223 ДТП с участием пешехода. 227 пешеходов данных ДТП пострадали, 8 из которых погибли. Говоря о самих пешеходах, по их вине произошло 67 ДТП, в результате которых 7 человек погибло. Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года имеется снижение по количеству погибших на 43%. Другое ДТП в областном центре произошло днем во вторник. Столкнулись два легковых автомобиля. Лада Приора двигалась по улице Кузнецова прямо. Автомобиль ЗАЗ совершал поворот на улицу Мархлевского. Кто кого не пропустил или не увидел, еще предстоит выяснить. В одной из машин был установлен видеорегистратор. В результате ДТП пострадал годовалый ребенок. Он со своими родителями ехал в Приоре. В результате ребенок получил травмы, был доставлен в областную клиническую больницу. Находился ребенок на заднем сидении автомобиля ВАЗ-21073 в детском кресле. Чтобы привлечь к ответственности виновника этого страшного ДТП, правоохранительным органам потребовался не один год. Авария, которая произошла в марте 2015-го, потрясла жителей областного центра. На улице Типографской перевернулся автомобиль БМВ. Погибли две девушки. Водитель с места трагедии скрылся. В полицию молодой человек пришел с повинной спустя почти год. Вердикт суда – 8 лет лишения свободы. Однако защита это решение обжаловала. Полагали защитники недоказанным факт совершения данного преступления в состоянии алкогольного опьянения. И поэтому полагали, что преступление квалифицировано неправильно по шестой части. Полагали, что необходимо переквалифицировать на пятую часть. А, соответственно, пятая часть подразумевает под собой более мягкое наказание. Решение суда первой инстанции оставлено в силе. 30 января 2017 года приговор вступил в законную силу. Молодой человек осужден на 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Продолжение следует...